Актуально на Шадр.Инфо У нас большое количество исполнительных производств за год. За 15-й год у нас было чуть больше 55 тысяч. А если взять наши аресты, то в соотношении вот опять процент будет очень маленький. То есть наши должники, как правило, не имеют на праве собственности автомобиль. Понимаете? Конечно, сейчас вот под углом ограничения права специального, да, мы будем смотреть, мы же раньше не смотрели, есть у него права или нет. Коль имущества для ареста нет, а ограничить праве мы не могли, поэтому мы не обращали внимания, и на сегодняшний день у нас отсутствует статистика. Сколько же наших должников, не имея транспорта, имеют права. То есть мы сейчас, вот, наверное, вот этот год, первый 16-й год показателен, да. То есть к концу года, ну по полугодию мы всегда подводим итоги. То есть к полугодию у нас будут первые цифры, когда мы можем сказать. А то, что положительный эффект от этого будет, это однозначно. У нас на сегодняшний день уже по Курганской области есть положительная практика. Один из районов Курганской области, у нас же закон вступил в действие с 15 января, 15 пятница, понедельник 18, но уже на этой неделе один должник, кстати, по алиментам, имея задолженность 148 тысяч, и не могли их взыскать. На этой неделе он уплатил 148 тысяч только после того, как ему вручили подросток без постановления об ограничении права, хотя транспорта он не имел. То есть положительный момент. А между тем надо отметить, осуществление наказания за долги довольно мягкое и демократичное. Должникам отводится целых два месяца на возможность оплатить указанную сумму, да еще 10 дней плюсом на обжалование постановления о долге. И даже если деньги будут внесены в самый последний день этого срока, то ГИБДД не имеет права передавать дело в суд еще 10 дней, пока придет платеж. И даже после этого, если долг не погашен, человеку, не раз нарушившему закон, дается еще 5 дней на погашение задолженности. Такие реверансы перед должниками, как поясняет Владимир Антонов, вполне оправданы нашим российским менталитетом. Первое, это люди, как сказать, привыкли не платить. Первая половина, да. А вторая половина, особенно когда автоматические камеры фиксации скоростного режима, там ведь должник-то практически не знает, что его оштрафовали. Все же ведь направляется почта и простой, понимаете. Человек-то он ничего не... Ну, конечно. У нас в основном, да, у нас в основном должники-то узнают, получив от нас постановление о возбуждении и многое возмущение. А если постановление не приходит, это не значит, что он освобожден? Абсолютно верно. Вот когда только первые камеры были установлены, я не открою большого секрета, я, наверное, и к нам эти документы на исполнение поступали одновременно в большом количестве, по 500, по 600, по 800 в день. И мы потом, значит, 3-4 дня только и делали, что возбуждали. И по происшествии, допустим, 7 дней с момента возбуждения, когда должники начинали получать от нас постановление о возбуждении, а там ведь еще постановление-то выносится в отношении владельца, то есть за кем зарегистрирован транспорт. Я работал, знаете, коммутатором. У нас оказалось, вот я для себя открыл Америку, у нас, оказывается, молодое население города Шадонска ездит на автомобилях, а автомобили зарегистрированы у большинства за мамами, за бабушками. Мне дозвонили в основном матери и бабушки. И когда мне звонит, там, говорит, там, женщина, я слышу по голосу, да, взрослый человек, скорее всего, пенсионер. Какое, значит, вы мне тут прислали постановление, штраф? Да у меня никогда прав не было, у меня машины, там, не зарегистрировано, а пользуется сын. Я говорю, ну, сын-то пользуется. Я вам не буду платить. Я начинаю объяснять, что мы же будем обращать взыскание на пенсию. Послушайте, вот Россия, матушка, богатыри, мужчины, перекладка, старушка, женщина. А сегодня же все ведь, мы же с вами, да, в России живем. Сегодня предприниматель, занимаясь в бизнесе, он понимает, что он подвержен риску, да, с точки зрения материальной ответственности. И предусматривая, предугадывая на шаг вперед, да, зачем автомобиль зарегистрировать, можно оставить на маме по доверенности. Хорошо, но в данном конкретном случае он, получается, сильно рискует маминым здоровьем. Конечно, конечно. В то же время снять ограничение на право вождения, наложенное службой судебных приставов, очень просто – заплатить хотя бы часть долга. Можно и частями, 70 дней, да, у него штрафовали, как говорится, на 2000, он раз в месяц, значит, по 1000 платит. Платеж, если ошибки в заполнении платежных документов нет, здесь еще самое главное – обращать внимание, если сам должник заполняет платежные документы. Ведь достаточно неправильно указать одну цифру, платежи зависают на невыясненных платежах, и администратор, в частности, у ГИБДД, да, по области, оно не видит, что это должник заплатил. Ну, скажем так, что ошибки делают и пискаты. Конечно, абсолютно. Ошибки все, да. Да. Поэтому лучше самому совсем не тратся следы делать. Да, а лучше, там же, если, например, получили документ, что именно там реквизиты-то точно указаны на документе, а уж лучше дать работнику банка. Если продолжить вождение транспортного средства с заблокированными правами, даже если вы об этом не будете знать, как известно, незнание законов не освобождает от ответственности, можно навлечь на себя следующее наказание. Обязательные работы на срок до 50 часов или, что еще хуже, лишение специального права на срок до одного года. Если пристав ограничивает в праве пользования этим же правом управления автомобилем, да, как только должник исполнил требование, заплатил штраф, допустим, да, там же у нас есть и категория по, кто нарушает правила уже в сфере, да, именно пользования права, например, управления автомобилем, да, когда там в нетрезвом состоянии за руль садится, да, там большие штрафы. То есть, если мы его ограничили в праве пользования, как только он заплатил, мы не позднее следующего дня должны отменить это постановление и направить его, опять же, допустим, в ГИБДД. А если его лишит право суд на год, он будет год лишен, как и сегодня. То есть, разница в том, что здесь-то просто ограничили, а там лишили. И здесь по исполнению мы обязаны немедленно отменить в течение не позднее следующего дня. То есть, вот в этом, видимо, вся и разница. Так что со всех сторон выгоднее, чтобы долгов не было, как гражданину, так и судебным приставам. Первые не подвергнутся наказанию, а вторые будут избавлены от многочисленных судебных тяжб. А пока федеральная служба приставов стоит на страже соблюдения законных прав. Прежде всего, в самой незащищенной части населения, и новый закон в этом им поможет. Посмотрите, ведь категория исполнительных документов, да, по которым мы можем применять этот закон, это же вся первая очередь исполнения. Алименты. Самая незащищенная категория граждан и дети. Второе. Ущерб от преступлений и моральные от преступлений. По потере кормильца. То есть, все такие особо значимые, особо сложные категории. Столько водителей, да? Да. Абсолютно верно. Да. Вот посмотрите, ведь у нас, это не секрет, что мы тяжело взыскиваем размещение по дорожно-транспортным происшествиям или по преступлениям. То есть, человек отбывает наказание, вроде не обеспеченной работы. Имущества, как правило, у них нет. Он вышел, автомобиль приобретет, на себя никогда не зарегистрировал. И вот, спокойно ездит по доверенности. А здесь все-таки, я считаю, что в первую очередь, наверное, категория взыскателей по этим видам исполнительных документов должна что-то получить дополнительно. Государство-то, я не думаю, что в большой степени от этого будут получать. Тем более, если там будут обязательные работы, бюджет не получит. Правильно? Да. Лишат права на год, бюджет тоже ничего не получит. А вот с точки зрения взыскателей по этой категории, я рассчитываю, что на это. Конечно, там, наверное, не будет так, что там 99% начнут исполнять, боясь лишиться права. Но положительный момент, я думаю, что будет. На сегодняшний день только в городе Шадринске уже 8 должников ограничены в праве вождения автомобиля. Таким образом, новый закон нацелен на воспитание должного отношения наших граждан к закону. Не хочешь иметь дело с судебными приставами, не нарушай. Они равны с точки зрения соблюдения их прав, да, или контролирования их обязанностей. Но все равно, и служба-то ведь создана для чего? Для защиты, либо восстановления нарушенного права. У нас есть хорошая пословица, мы берем деньги чужие, на время отдаем свои навсегда, да. И со своими всегда тяжелее расставаться. Тем более, мы всегда считаем, что нас наказали ни за что, да. Ну и что, что я там перескочил, там, не по переходу, да, а в 10 метрах от него, вроде того, что машин же нет. Оштрафовали гражданина, да, любого. То есть все-таки в нашей стране законопослушных граждан, возможно, при исполнении этого закона станет больше? В какой-то степени, да. Ведь если взять статистику, да, у нас население города Шадонска, берем, грубо говоря, 85 тысяч, да. Хорошо, давайте возьмем еще и район, да. Ну, 100 с небольшим. И 55 тысяч исполнительных документов. То есть каждый второй гражданин статистически, вот нас трое, да. Из нас один с половинкой уже должен был попасть в категорию должника. Ограничение права, это же не мера взыскания, это мера понуждения, что ты долги имеешь. Будь добр, ходи пешком, не езди на машине по доверенности. Или будь законопослушным. Либо будь законопослушным, да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова